Моя Вопросы и ответы Батирек. Символ Астаны, символ Казахстана. Для гостей из других стран эта достопримечательность первая в списке ознакомительной экскурсии. Герой моей сегодняшней истории тоже является своего рода символом, визитной карточкой Казахстана. Ему всего 21 год, но о нем уже знает весь мир. Итак, фигурист Денис Тен. Гордость и будущее казахстанского спорта сегодня в программе «Моя история». Здравствуй, Денис. Здравствуй. Рада приветствовать тебя в Астане. Знаю, что ты сегодня здесь по делам и у тебя очень плотный график. Спасибо. Вообще, удается выделить и найти время для себя, любимого, как-то погулять, развеяться? Конечно, когда есть выходные, да, я стараюсь посвятить себя каким-то новым увлечениям, каким-то новым ощущениям, да, новым знаниям. Но целиком, полностью я вынужден себя посвящать исключительно спортивной деятельности, в связи с тем, что на меня возлагают огромные надежды, и я планирую все их осуществить. Всего пара минут, и я покорена его юношеской непосредственностью, взрослой рассудительностью, безграничной харизматичностью и отчаянным трудолюбием. Он вроде расслаблен, готов к общению, но изредка поглядывает на часы. Привычка. График расписан буквально по минутам. Но сегодня он еще и спешит навстречу с очень важным человеком, куда он никак не может опоздать. Он первым для страны завоевал золото на этапе юниорского гран-при сезона в 2008 году. Первый в истории представитель Казахстана, выигравший медали и взрослого чемпионата мира и Олимпийских игр. Это после него о ледовом настоящем нашей страны заговорили самых высоких трибун. Денис, говорят, у всего в этой жизни, в этом мире есть цена. Цена победы, цена успеха. Смею предположить, что в твоем случае пришлось жертвовать детством? Это действительно так. Современный мир, весь период урбанизации, он состоит как раз в таком порядке, как вы предложили. То есть люди для того, чтобы что-то получить, вынуждены сначала что-то в это дело вложить. Многие говорят, что, возможно, у меня не было детства. Но у меня детство было, оно просто несколько отличалось от того, что, может быть, происходило у других ребят. Но я ни о чем не жалею. То есть, может быть, что-то я потерял в детстве, но зато что-то я приобрел в своем настоящее. Перед соревнованиями я переволновался много, но все равно собрался, выступил. А вот все, что надо олимпийскому чемпиону, это голова. Глава, сам подойди тогда, да. Активный и подвижный с ранних лет. Родители стремились направить энергию Дениса в правильное русло. И им это удавалось. Теннис, акробатика, тайквондо, карате, плавание, школа танцев и живописи. Еще Денис любит петь и даже учился играть на фортепиано. Закончил 4 класса, но уроки в музыкальной школе пришлось завершить из-за переезда в Москву. Так за одной сменой кружков другими он и сам не заметил, как попал на большой лед. Сам переход, наверное, настолько прошел плавно, что я до поры до времени даже не осознавал, что фигурным катанием занимаюсь профессионально. Это дело мне всегда приносило огромное удовольствие. Я всегда называл фигурным катанием свое хобби. И потом в какой-то момент вдруг я осознал, что действительно я уже выхожу на международные соревнования. Уже представляю там не себя, а свою страну. Уже флаг за моей спиной висит, да. И люди наблюдают за мной, уже как за спортсменом из Казахстана. Хотелось бы лучше только в произвольной, потому что все остальное я сделал замечательно. В произвольной я упал только на одном прыжке, самом тяжелом, который там никто не смог сделать. Первый выход на лед помнит о нем Денис в мельчайших подробностях. И не в ушибленных коленях дело. В кулаках. Хотя и в коленях тоже. Я часто попадал в такие забавные ситуации. Просто был огромным поклонником различных кинофильмов. Такого характера. Брюс Ли. Брюс Ли, Джеки Чарн. У нас много... Все мои сверстники выросли на их фильмах. И потом я эти приемчики, которым обучался на этих фильмах, я их использовал уже непосредственно в школе, там, с церноклассниками, или в детском саду. И вот так вышло, что в первый же день на катке, когда мы вышли на пробный урок, пробное занятие, я прокатался, наверное, часов шесть на льду. Мне так понравилось. Но в первый же день я умудрился с кем-то подраться. В принципе, я так, наверное, и научился кататься, потому что вот этот внутренний дух, который заставил меня догнать того ребенка, который меня как-то обидел, он научил меня сразу быстро кататься. Я думаю, ты догадался, почему я пригласила тебя именно в Батирек. Безусловно, ты человек, мечта которого, ну, практически, можно сказать, сбылась и сбывается на глазах миллион. Ну, мне кажется, что все-таки есть у тебя еще то, что можно было загадать и пожелать, чтобы это исполнилось. Ну что, Денис, вот тот самый знаменитый оттиск, которому действительно люди, многие, прикладывают свою руку и верят, что желание сбудется. Вот что загадаешь сегодня в центре Астаны? Насколько я знаю, по правилам нельзя говорить о своем желании вслух. Поэтому могу сказать одно, что вера – это действительно что-то очень, нечто важное. Неважно, магическая ли данная фигура или нет, но главное, чтобы человек верил, и если он будет прикладывать к этому усилию, то любое желание, насколько бы оно ни было каким-то невероятным, все осуществимо, я считаю. Ну что, прикладывай и загадывай. Давай, давай. Денис, с этой смотровой площадки действительно, да, великолепный вид открывается на Астану? Да, да, прекрасно. У тебя самого часто в жизни есть такие минуты, когда можно просто остановиться, осмотреться? Ну, я думаю, в этом заключается главная философия жизни, да. Это как раз-таки не заглядывать слишком далеко и никогда не оставаться в прошлом, да. То есть уметь находить как раз вот такие настоящие моменты, которые позволят вам сконцентрироваться на настоящем и вот владеть тем, чем вы владеете на сегодняшний день. Раньше тебя называли фигуристом из несуществующей страны. Действительно, ты доказал и показал всему миру, и сегодня о нашей стране знают весь мир, во всяком случае, те, кто любит фигурное катание. А теперь основные какие цели ты перед собой ставишь? Что хочешь еще показать, доказать? Есть какие-то вещи, которые еще мне нужно сделать для того, чтобы на мне вся эта история не заканчивалась. То есть я прекрасно осознаю, что я сейчас являюсь своего рода бульдозером, да, расчищаю дорогу для будущих поколений. И надеюсь, что вот эта моя миссия, она как бы пройдет успешно. И помимо меня в Казахстане будет много других спортсменов, которые будут прославлять страну, носить новые медали, носить новые поводы для радости. И в свободное время я стараюсь посвящать уже сегодня работе с юным поколением нашего спорта, нашей страны. И надеюсь, что мне удастся подготовить базу и на будущее, и в то же время в настоящем мне удастся достичь тех результатов, на которые я целюсь на сегодняшний день. И это не юношеский максимализм. Его слова – это стратегия. У единственного представителя Казахстана на множестве соревнований зачастую нет времени, чтобы даже восстановиться. Я уже не говорю о времени на учебу, отпуск или прогулках с друзьями. Новое поколение частично решит этот кадровый застой. И для этого уже созданы подходящие условия. В стране открывают школы фигурного катания, строят новые ледовые стадионы. Денис, в свою очередь, тоже вносит свой вклад в это развитие. И делает это так мастерски. Количество желающих встать на лед растет в геометрической прогрессии. Зал едва вмещает желающих. Шоу «Денис Тен и друзья» с участием фигуристов мирового класса – его идея. Популяризация спорта ненавязчиво и феерично. И это не просто ледовое шоу, это шоу мирового масштаба. Аналогу нашему шоу нет. Не в Центральной Азии, а если уже говорить о реальном проекте, то мы действительно на одном уровне с самыми крупными ледовыми шоуами мира. И к нам приезжали просто суперзвезды фигурного катания. Поскольку спорт не настолько известен в нашей стране, я всегда сравниваю. Представьте, что если бы на футбольный матч к нам приехал бы Лионель Месси, Криштиан Роналдо, Зинедин Зидан, примерно та же самая ситуация сейчас и случается с фигурным катанием. То есть к нам приезжают былыбы этого спорта. Это шоу не оставило равнодушными даже самых привередливых критиков. «Звездный десант» откатал в Алматы и в Астане при полном аншлаге. Часть средств была направлена на развитие фигурного катания. Точнее, Денис организовал мастер-классы для юных фигуристов, где в качестве наставников выступили звезды фигурного катания. А часть наличия мальчика по имени Русат Жакупай – это тот самый важный человек, навстречу которому Денис сегодня так спешит. Русат, привет! Привет! Давно не виделись. Как дела? Нормально? Я тебе принес новые игрушки. Нового друга. Смотри, какой у тебя сегодня робот в гостях. О дружбе этих двоих говорили не раз. Десятки статей, сотни трогательных фотоснимков. Нурсатику еще нет и семи, а он уже столько повидал в своей жизни. Но ограничивался кругозор лишь серыми больничными стенами. До тех самых пор, пока их не озарила скромная улыбка и безграничная поддержка Дениса. Пока они много времени проводят в палате, но вскоре планируют вместе погулять на улице. А если все пойдет хорошо, то и до льда недалеко. Такие встречи, признается Денис, дорогого стоят. Не казаться, а быть – вот его девиз. Это применимо и к жизни, и к спорту, и к людям. А это еще одно благое дело, которое Денис делает с удовольствием, несмотря на свою занятость. Мастер-классы для начинающих фигуристов. Такие встречи и занятия он организовывает регулярно. Это большая удача для юных спортсменов, а для Дениса – еще одна возможность передать свой опыт следующему поколению. Следите, да, то есть вперед, когда мы едем, это внутренняя дуга, да, то есть можете прям ложиться в круг, да, соответственно, назад вы должны оставаться, катаясь назад, вы должны оставаться в этом кругу. Дорогие зрители, это такой мини-мастер-класс для чайников. Но когда тебе помогает стоять на коньках сам Денис Тен, это превращается уже в шоу «Ледниковый период» на седьмом канале. Радо представить новую пару – Майя Бекбаева и Денис Тен. Денис Тен, вопрос наверняка банальный, но необходимый. С какими чувствами налет перед соревнованиями? Ну, перед соревнованиями, чувства, тут уже не до чувств, да, тут уже есть четкое осознание того, что нужно делать, поэтому как чувство, наверное, можно назвать какой-то определенной фокусировкой, вот есть какое-то дело, какие-то определенные мысли. Ну, это, знаете, это все на автомате идет. Уже нет такого, как в детстве, да, когда ты идешь и не знаешь, что сейчас будет, да, как будто идешь и прыгаешь в обрыв. Нет, сейчас, конечно, уже есть какая-то определенная структура, даже мышление, и тут не до чувств, да, тут уже все идет по наработанной схеме. И вот на последнем чемпионате мира, когда я ошибся в короткой программе, для меня, конечно, это было своего рода шоком, потому что я сумел подготовить себя в очень хорошей кондиции. И, приехав в Шанхай, у меня не было сомнений, что уж короткую программу я откатаю чисто, учитывая успешное исполнение программы в течение сезона. Там случился казус музыка, немножко выбил меня из строя, были какие-то другие закулисные проблемы. И вот ни с того ни с сего я допустил ошибку. И, конечно, это не самый приятный момент. Мало того, я на чемпионатах мира в короткой программе не ошибался уже на протяжении многих лет даже. Даже не могу сказать, сколько, но я всегда катал чисто программу, особенно в первый день. И тут вдруг ошибся. Ну, все бывает, это тоже опыт. Причем опыт не в том плане, что я упал, научился чему-то новому. Нет, что были какие-то другие сложности, когда я шел на турниры. А я знаю, что моя карьера на этом не заканчивается. И, исходя из этих сложностей, я делаю какие-то выводы. И я думаю, что случись такая ситуация в следующий раз, то я уже буду знать, как ее преодолеть. Поэтому я рад. Главное, это финальный результат. А обычно, когда происходят какие-то неприятные ситуации на льду, ты занимаешься самоедством? Ты сам себя занимаешь? Ну, что ты, ну, как ты мог? Или ты, может быть, советуешься с мамой? Или какой человек помогает тебе разобраться в этой ситуации и привести себя в чувство? Нет, кроме меня никто, наверное, не способен. Само же меня успокоит. Я вообще от мозга до костей перфекционист. И до поры до времени это было огромнейшим минусом, наверное, для меня, потому что я был слишком строг к самому себе. И, наверное, вот прошлый год подготовка к Сочи, она была просто в каком-то плане кошмарной, потому что было очень много сложностей. Там все ломалось, коньки ломаются, ноги ломаются, какие-то бытовые проблемы постоянные. Там, ну, тут до мелочей. Это было похоже, я уже много раз говорил, на какой-то реалити-шоу-проект. И когда мы приехали в Сочи, конечно, я уже понимал, все, никого не интересует моя проблема. Я выхожу, на меня смотрит весь Казахстан, и у меня есть реальные шансы на медаль. И допустил я ошибку примерно идентичную, что и в Шанхае в этом году в короткой программе занял 9-е место. Это, конечно, была самая кошмарная ночь в моей жизни. То есть я действительно очень тяжело переживал этот момент. И от самоанализа как бы отказаться невозможно. Да, неважно, хорошо вы катаетесь или плохо, вы должны проанализировать тот или иной момент, чтобы стать лучше. А когда у вас на кону как бы вся ваша карьера, и вы находитесь на главном старте четырехлетия, на главном планетарном спортивном форуме, то, конечно, мысли самые разные. И накал вот этих эмоций, он достигает просто самого предела. Поэтому это был огромный прессинг, и преодолев его, да, я успешно откатал произвольный программ, в отличие, кстати, от всех других спортсменов, что удивительно. И, знаете, после Сочи вот у меня полностью вот что-то поменялось. Я вообще стал по-другому относиться к спорту. Ну, я встретил разных людей, да, как-то вышел, наверное, чуть на другой путь. И понял, что на самом деле вещи можно воспринимать немножко иначе. Действительно, ты очень занят, у тебя очень плотный график, у тебя постоянные выступления, гастроли, тренировки. И действительно складывается ощущение, что на личную жизнь времени нет. Если не говорить там о какой-то конкретной девушке, Денис Тен может себе позволить пойти с друзьями в караоке и там позажигать? Конечно, бывают какие-то выходные дни, бывают какие-то веселые вечера в хороших компаниях. Но я хочу отметить, что эта тенденция, она изменилась именно в этом году. То есть до Олимпийских игр в Сочи я, наверное, вообще не позволял себе... Расслабиться? Да, не то что расслабиться. То есть в моем понятии вообще не было ничего, кроме спорта. В преддверии Олимпиады мои друзья все меня потеряли. Я просто исчез из этого мира и жил только в мире фигурного катания. А вот сейчас, например, конечно, я поддерживаю связь, у меня появляются какие-то новые друзья, более активно занимаюсь общественными работами. И мне это все нравится. То есть я вижу, что я развиваюсь в самых разных сферах. И это мне помогает сегодня развиваться в самой главной сфере. Еще о твоей семье. На пресс-конференции в Астане ты прошла такая информация, и ты сам сказал, что мог бы быть принцем. Да, но это была шутка. Ну почему же? Я знаю, что, обладая информацией, что происхождение у тебя действительно самое высокое. И дедушка твой, прадед, да, в Южной Корее, человек очень высоко почитаемый и уважаемый. И к тебе сейчас отношения в этой стране особенные. Но мне хотелось бы эту историю больше из твоих уст услышать. Ну это абсолютно верно. То есть мой прапрадедушка, он является знаменитым генералом. Очень высоко уважаемый человек в Корее. То есть, и когда я туда приезжаю, меня, естественно, встречает в первую очередь как его потомка. Ну, может быть, сейчас тенденция уже изменилась благодаря последним результатам на соревнованиях. И это действительно так. Знаете, дедушка, он был человеком, который достоился чести президентского ордена, самой высокой награды Республики Кореи за вклад в основание независимости страны. И это вмиг его вывело, конечно, в лидеры, наверное, вообще тех военных времен, в лидеры тех героев среди погибших ради создания целой страны. И с этой точки зрения, возможно, если бы жизнь как-то сложилась иначе, может быть, я родился бы в Корее, да, и имел немножко другой статус. То есть сейчас до сих пор меня все зазывают с раскрытыми объятиями, там, приезжай, возвращайся. Но я родился в Казахстане, и я безумно люблю свою страну. И с этой точки зрения, наоборот, путешествую. И я вынужден много путешествовать. Мне хочется, наоборот, с каждой страны взять что-то, научиться чему-то, чтобы привезти это сюда, в Казахстан. Именно по этой причине я провожу мастер-классы, по этой причине я провожу какие-то закрытые встречи со студентами или с юными фигуристами. Это все делается для того, чтобы, ну, хоть как-то помочь нашему молодому поколению дать какой-то дополнительный толчак. Ну, вы абсолютно верно подметили. То есть, ну, Корея для меня, естественно, не чужое место. И следующие Олимпийские игры будут проходить в Корее. И поэтому мне очень приятно, что ко мне действительно такое теплое отношение. Ну, я надеюсь, что выступая в Корее в 2018 году, я смогу порадовать как, в первую очередь, казахстанскую публику, но и также корейскую публику. Что ж, гены – действительно великая вещь. И, на мой взгляд, патриотизм Дениса – это как раз-таки качество не приобретенное, а врожденное, переданное ему по генам великим прадедом. Он очень умен, имеет свою жизненную философию. Ему всего 21 год, он на пике своей спортивной карьеры. Денис, безусловный, принц льда, но у него есть все шансы стать королем. Вот такая история. Моя, 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 история любви. Моя, 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 история победы. Что значит слово «Я»? Отдает слово «Мы» Вся наша жизнь Вопросы и ответы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok